Всем нам в детстве читали сказку о Красной Шапочке. Помните, когда она встретилась с Волком, то не сразу поняла, что перед ней опасный хищник. Она стала вести себя с ним, как с обычным человеком. Даже когда Волк съел бабушку, она не сразу его признала. Красная Шапочка не узнала Волка, подчинилась его предложению выбора тропинку и выдала свои тайны. Она включила сценарий жертвы, попала под власть обаяния хищника. В сказке, как мы помним, все закончилось хорошо. Но в реальной жизни так происходит не всегда. Люди втягиваются в абьюзные отношения с психопатами, становятся жертвами финансовых махинаций, попадают под обаяние маньяков и убийц, в конце концов. Как не стать жертвой? Как установить границы, если Волк из сказки твой любимый коллега по работе? Какие приемы, уловки и манипуляции используют психопаты? Что общего у маньяков-убийц и топ-менеджеров? В этом видео я раскрою приемы психопатов и проанализирую их поведение на примере реальных людей, а также проведу параллели с вымышленными персонажами. Я расскажу, почему так легко попасть под обаяние психопатов и как себя от них уберечь. Но для начала ответьте мне на простой вопрос. Какой подарок является лучшим? Конечно, подарок, сделанный персонально для тебя, который будет приносить удовольствие долгие годы. И сейчас я вам объясню, как это будет происходить. Недавно со мной связался Макс, создатель мастерской «Харитаж», и предложил сделать для меня сумку и чехол для паспорта. Недолго думая, я согласился. И сейчас расскажу, почему. «Харитаж» — это небольшая мастерская из Красноярска. Мне нравится поддерживать такие локальные предприятия, которые развиваются собственными силами и создают себе имя усердным трудом. Это не конвейерное производство. Тут используется только ручной инструмент. Линейка, шило, нож, пробойники. Каждый сижок мастер прошивает исключительно вручную, без использования машинок. Сперва пробивается отверстие под шов, а после по ним в две иглы прошивается нитка. Такой шов считается самым крепким. Его не порвать. Макс заморачивается не только над качеством исполнения, но и при выборе материалов. Он единственный в России, кто работает с американской премиальной кожей Хорвин. Из такой шьют свои лимитированные кроссовки New Balance, Adidas и Reebok. Это касается и фурнитуры. К примеру, на моей сумке установлена латунная молния японской фирмы YKK. Мастерская работает уже пять лет. За это время они набрали немало опыта настоящих фанатов бренда. Изделиями от Heritage пользуются клиенты из Москвы, Сиднея, Лондона и Нью-Йорка. Во все эти и другие города действует, внимание, бесплатная доставка. А теперь самое лучшее. Heritage дает пожизненную гарантию на свои товары. Что это значит? Например, если спустя несколько лет у вас по каким-то причинам перетрется нитка или сломается молния, парни бесплатно отремонтируют. А если это будет невозможно, изготовят новую вещь за свой счет. Трудно поверить, правда? Ссылку на ребят я оставлю в описании. Подписывайтесь на их инстаграм, у них очень качественные материалы. А по промокоду MENTAL вы получите скидку на всю продукцию. Ссылку оставляю в описании. Давайте обратимся к яркому примеру, к серийному убийце. Конечно, большинство психопатов не совершают насилия и не являются маньяками. Я не хочу стигматизировать их в этом ролике. Но с большей долей достоверности можно сказать, что практически каждый серийный убийца – психопат. Настоящий хищник в человеческом обществе. Посмотрим на историю Андрея Чикатило, одного из самых известных серийных убийц в мире. Каков был его модус операнди, то есть образ действия, как говорят в криминалистике. Как он выбирал жертв? Как манипулировал ими, создавал и поддерживал контакт? Ведь жертвы шли с ним на контакт добровольно, попав под психопатическое обаяние. И что помогало ему так долго уходить от ответственности? Ведь он не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов, что типично для истории серийных убийц. Андрей Романович Чикатило, несмотря на все зверства, извращения и запредельный садизм, был трижды признан ввиняемым судебно-психиатрической экспертизой. Это может как пугать, так и завораживать. Он полностью осознавал, что делал. Он не поджидал жертв за углом, никогда не действовал импульсивно. Наоборот, он был организованным маньяком, который планирует свои действия, просчитывает варианты развития событий и взвешивает риски. Более того, организованный маньяк может не убивать некоторое время, если считает, что пойти на поводу у своих желаний слишком рискованно. К примеру, Чикатило после первого убийства не убивал три года, а возобновил охоту на людей, когда осудили другого человека. Справедливости ради стоит упомянуть и о другой точке зрения. Некоторые считали, что вменяемость ему приписали для того, чтобы обезопасить общество от убийцы, поскольку, если бы он был невменяемым, его бы отправили в психбольницу, и позже он мог оказаться на свободе. Психиатр Бухановский также считал Чикатило больным. Признание Чикатило вменяемым означает, что он осознавал противоправный характер своих действий и мог целенаправленно контролировать свое поведение. Но вменяемость не подразумевает признание человека психически здоровым, а его поведение нормальным. Чикатило совершал свое убийство в состоянии аффекта, но сознательно, планомерно готовил условия для их совершения. Мог настолько усыпить бдительных своих жертв, что некоторые проходили с ним в лесу до пяти километров. Как же он завлекал своих жертв? Обратимся к тексту приговора. Его типичный образ действия, или модус операндия, состоял в следующем. Он использовал методы социальной инженерии, втирался в доверие, завлекал подарком или услугой. Кому-то он предлагал посмотреть на котиков, прослушать западную песню на магнитофоне, прогуляться до ближайшей остановки, просил показать ему дорогу или вызывался, показать более удобный и быстрый маршрут сам. Узнав у одного из мальчиков, что тот идет купаться, предложил искупаться вместе. Иногда он прямо завлекал погулять в лесополосе. А своей первой жертве пообещал импортную жвачку, если она пройдет с ним в полуразрушенный домик, который маньяк купил, чтобы было куда водить проституток, услугами которых он часто пользовался. Чикатилл не действовал директивно, не заставлял и не принуждал с ним уходить ни словами, ни силой. К угрозам он прибегал только уже оставшись на денье жертвы, когда точно понимал, что находится в безопасности. Успешность такой тактики также подтверждает когнитивное искажение эффект обратного результата. Когда нас что-то принуждает делать, мы соглашаемся с этим неохотно и будем сопротивляться. И, как правило, прогуливаясь с ребенком, например, в лесу, он обычно шел впереди, что для жертвы являлось ощущением безопасности, ведь, идя сзади, он мог создавать психологический дискомфорт. Он мог так гулять до часа, поддерживая беседу, а нападал уже внезапно. Вероятно, наслаждался откладыванием удовольствия. Но в период охоты и выбора новой жертвы маньяк всегда рассчитывал на удачу. Согласятся с ним пойти? Хорошо. Не согласятся? Ну и ладно. Такая добровольность помогала избежать тревожных взглядов окружающих, которые бы отреагировали, если бы Чикатило применял силу. Кроме того, это обеспечивало алиби. А что? Мы просто гуляем, провожая ребенка до ближайшей автобусной остановки. Сказал бы он. Но в момент нападения он действовал решительно, импульсивно и с крайней жестокостью. Интересно заметить, что такого опасного человека невозможно вычислить в толпе. Нет каких-то внешних признаков, которые бы вам с уверенностью говорили, что перед вами маньяк. Наоборот, у маньяков-психопатов есть психологическая особенность, которая называется маска нормальности или маска здравомыслия. Этот термин вел американский психиатр Хервик Лекли и написал об этом одноименную книгу. В некотором роде все мы носим маски. У нас есть субличности. Одним образом мы общаемся с родителями, другим с незнакомцами, третьим способом с ближайшим партнером. Есть и субличности для общения в интернете. Мы даже не задумываемся, когда переключаем свои субличности. Это скорее разные стили поведения и общения. Маньяки же, особенно организованные, сознательные, умеющие продумывать наперед, нередко обладают интеллектом среднего или выше среднего. Умеют быть артистичными. Когда открывается их истинная сущность, то люди, знавшие их, бывают поражены. Да как же так? Семенин на работу ходит, детей растит. Нормальность маньяка – заслуга не только его артистичности, но и результата сброса невероятного груза психического напряжения. Американский серийный убийца Тед Банди имел безупречную репутацию. Студент юридического отделения, изучал психологию, опрятный, интеллигентный, спортивный, годами жил с девушкой-матерью-одиночкой, хорошо ладил с ее семьей. Несмотря на то, что фоторобот маньяка сильно напоминал ее парня, девушка не могла всерьез поверить в то, что ее молодой человек – хладнокровный убийца и насильник. Тем не менее, что-то подтолкнуло ее тогда позвонить в полицию. Она даже передавала его фотографии. Но в полиции Банди посчитали чистым, неоднократно. Он производил впечатление приятного человека. По словам его бывшей девушки Лиз и ее дочери, Раз психопат производит настолько приятное впечатление, кажется нам обстоятельным, способным на добрые и даже милые поступки, Тогда откуда берется эта энергия, которая толкает психопата на насилие? Представьте старомодный чайник, в котором кипятят воду. Рано или поздно крышку нужно снять, пододвинуть, чтобы вода не выплеснулась. У всех нас свои способы совладания с внутренним напряжением. Хобби, прогулка, творчество, вредные привычки. Для маньяка-психопата лучший же способ сбросить внутренний груз – убийство, насильственный акт, одномоментное психическое расслабление. После очередного убийства Чикатило мог спокойно общаться с людьми и родными, близкими и даже милиционерами. Вполне вероятно, что нормальный и привычный образ является наиболее губительным для потенциальных жертв. Ведь увидев они типичного преступника, например, со шрамами или серьезными намерениями, навряд ли кто-то бы вступил в контакт. Это очень напоминает когнитивное искажение предпочтения знакомого, когда люди отдают предпочтение знакомым вещам и действиям, особенно в ситуации стресса. Он казался нормальным для других людей, потому что сбрасывал внутренний груз. В остальное время психопату помогает притворяться нормальным отсутствием эмпатии, способность переживать и сострадать. Он может рационально размышлять о возможном наказании и последствиях. Но только рационально, эмоционального отклика у него нет, как и совести. Но такой способ отреагирования, выплеск психического груза через убийство не только способствует временной нормальности, но и ухудшает положение и в конечном счете деформирует личность маньяка дальше. Поэтому рано или поздно его и ловят. Прежде изощренный и продуманный убийца ловится на мелочи, мелкой оплошности и случайности, которые, конечно, не случайны. Он настолько деформирован к моменту поимки, что начинает допускать нехарактерные ошибки, и его становится легче поймать. Что, как правило, и происходит. Вы могли посчитать, что опасность исходит только от маньяков-убийц, но Андрей Чикатило и Теде Банди я привел в качестве самых ярких примеров. Психопаты — социальные хищники, и далеко не все из них, вероятно, даже меньшинство, используют насилие для достижения своих целей. Им интересна власть. Их может заинтересовать все, где можно получить выигрыш за демонстрацию силы убеждения, умение плести интриги и создать ложный положительный образ. Давайте посмотрим, где еще мы можем встретиться с ними и узнаем, как их распознать. Известный исследователь психопатов Роберт Хайер, написавший книгу «Лишенные совести. Пугающий мир психопатов», как-то сказал, что не все психопаты сидят в тюрьмах, некоторые — в салых для совещаний. Он предположил, что склонность к манипуляциям, патологическая лживость, отсутствие совести, стремление к власти, устойчивость к риску и готовность нарушать любые правила свойственны не только маньякам, но и людям, которые никогда не применяли физическое насилие. Исследователь психопатов британский психолог Кевин Даттон, автор книги «Мудрость психопатов», задал такой вопрос первокурсникам в своем университете. Давайте представим, где бы нам мог пригодиться хладнокровный человек, который прочитывает ходы наперед, не боится риска, умеет принимать решения в стрессовых и даже экстремальных ситуациях. Такой, чье сердцебиение не меняется в минуты опасности. Безжалостный, аморальный и сосредоточенный. Как вы думаете, кого назвали студенты? Президент компании, разведчик, хирург, политик и военный. Позднее сам Даттон сформировал список профессий, в которых мы можем встретить психопатов. Генеральный директор компании, адвокат, медиаперсона ТВ и радио. Сегодня мы бы добавили и социальных сетей. Продажники, хирурги, журналисты, полицейские, духовенство, повара и госслужащие. Кажется, они везде среди нас. Особый интерес представляет бизнес. Роберт Хайер проводил исследование, в котором подробно интервьюровал средний и крупный менеджмент американских частных корпораций. Некоторые из которых были транснациональными. Также он получил доступ к личным делам. Интервьюровал сотрудников. В отношении крупных менеджеров он использовал свой опросник психопатии. Он выяснил, что многие люди, которые получили высокие баллы по опроснику психопатии, занимали высокое место в корпоративной иерархии, имели руководящие должности и их ставили в пример. Любопытно, что внутренняя оценка персонала, которую проводила компания, показывала, что эти люди бывают конфликтны или что их производительность труда низкая. В исследовании были и задокументированы случаи неподобающего поведения, например, публичного унижения сотрудника. Но сами главы корпорации этого исследования попадали под обаяние психопатов. Отсутствие совести и сожаления принимали за рациональность и умение не тянуть за собой прошлое, нереалистичные планы, за уникальное видение и способность мыслить стратегически. За завышенную самооценку и убежденность в собственной исключительности, за природную харизму и умение вести переговоры. Ничто не мешает человеку с ярко выраженными психопатическими чертами построить карьеру в бизнес-корпорации. Иногда твои худшие качества – твои лучшие качества. У нас был свой особый подход. Во время наших планерок мы закидывались по полной, чтобы, так сказать, подстегнуть поток фантазии. Как может выглядеть психопат на работе? Это коллега, который добивается высокого положения за счет интриг и скандалов. Он умеет убедить начальство своей исключительности, необходимости и компетентности, даже если коллектив ясно видит доказательства обратного. Вам будут ставить его в пример. Он умеет убедить помочь ему так, что другой сделает фактически всю работу за него, и потом не будет понимать, как он мог так прогнуться. Он сможет испортить вам проект, и у вас не будет убедительных улик его причастности. Он сделает это не обязательно ради профессиональной выгоды. Ему может просто стать интересно, что произойдет. У него как будто радар, практически чутье на чужие слабости. Он будет знать, на какие кнопки нажимать, чтобы добиться своего, чтобы удовлетворили его просьбу, подчинились ему или присоединились к сомнительной, возможно, даже преступной авантюре. Как он будет выдавать имя? У него будет дар убеждения и талант самопрезентации. На первый взгляд он покажется ярким и интересным человеком, специалистом в своей области. Он будет одержим своей грандиозностью, собственной персоной. Если он будет работать в команде, то все лавры заберет себе вне зависимости от того, насколько он реально посодействовал проекту. Статус в иерархии – сильная мотивация для психопата, если не ведущая. Я недаром привожу пример персонажа из американского психопата Патрика Бейтмана. Характерна сцена его утреннего ухода за собой. Он грандиозный нарцисс, для которого внешний вид и навыки самопрезентации крайне важны. Важная деталь – каждое утро он наносит маску. И, конечно, заботится о собственной персоне. Что любопытно, можно провести параллель с Чикатило. Уже находясь в камере смертников и ждая исполнения смертного приговора, он был увлечен своим внешним видом и физической формой. Каждый день делал зарядку. Никакого раскаяния, только уход за собственной персоной. Ну я обычно физические упражнения делаю, мостик делаю и все это делаю. Я нагрузку себе, наверное, не задаю. Думаю, пусть я кончусь быстрее. Думаю, ну вы все-таки это самое, чтобы отвлечься как. Многие поначалу будут им очарованы. Но не все. У некоторых сработает то, что Кевин Даттон назвал радаром на психопатов. По свидетельствам людей, которых Даттон расспрашивал, это может быть интуитивное знание, когда ты не знаешь почему, но человек вызывает чувство опасности, сильно выраженную тревогу и страх, причины которых не получается отследить сразу. Это могут быть телесные ощущения, чувство, что волосы стоят на загривке, сжатие в груди, учащенность сердцебиения. Кто-то говорит, что кровь стынет в жилах. Полезно доверять своей интуиции, полезно ее развивать. Лучше ошибиться в хорошем человеке, чем очароваться психопатом и обжечься. Мы рассмотрели разные примеры психопатов. Как не стать их жертвой? Ведь они умеют производить приятное впечатление, умеют заболтать, выдать себя за того, кем не являются. Люди легко поддаются их очарованию, манипуляциям и патологической лжи. Следует обращать внимание на факты, а не на слова. В истории отношения маяка-психопата Теда Банди с его девушкой Лис был эпизод, который подсказывал, что он все-таки способен на насилие. Красные флажки нужно замечать, анализировать. Банди совершил поступок, который дает характеристику его личности. Но это не сломало его джентльменский образ в глазах девушки. Другой пример. Французский убийца Жан-Клод Роман за одни сутки жестко расправился со своей женой, двумя детьми, своими родителями и чуть не задушил до смерти любовницу. Она отбивалась. Ей повезло. Он даже смог убедить ее в том, что это была неудачная шутка с его стороны. Сила убеждения психопата. Он успешно обманывал семью и друзей, используя только слова и обаяния, которые никогда не были подтверждены делом. В 18 лет он притворялся сотрудником Всемирной организации здравоохранения, хотя даже не пришел на экзамен в медицинский на втором курсе. В 18 лет он каждое утро уезжал из дома и дремал на парковке. Иногда ездил в Женеву к зданию ВОЗ и сидел в кафетерии, читал газеты. Жан-Клод Роман вел двойную жизнь. Он не пригласил родителей, на выпускной которого не было. Жена никогда не видела медицинского диплома, никто не был у него на работе, а родственники не видели выписок с банковских счетов, на которые он якобы выгодно помещал их деньги. Даже однокурсники не заметили, что хотя он входил в университет на занятия последующие годы, его не было ни на одном экзамене и на выпускном. Просто не замечали годами. Он был очень способным и сильным студентом. Никто бы не заподозрил его в том, что на самом деле он отчислен, но имеет право посещать занятия. А когда появились подозрения, оказалось слишком поздно. Он решил, что лучше убить близких людей, чем дать узнать им правду. В прошлом году он вышел из тюрьмы из-за примерного поведения. Ему запрещено общаться с журналистами и приближаться к местам преступлений на 80 километров. Психиатры поставили диагноз нарциссическое расстройство личности. Если у вас есть общие знакомые с человеком, который вызывает подозрения, обратитесь к ним. Нередко такие люди уже имеют испорченную репутацию. Уже кто-то стал жертвой хабмана или агрессивно-импульсивного поведения, которое скрывалось за маской здравомыслия и нормальности. Обращайте внимание на факты, а не на эмоции. Еще полезно обратиться к своей интуиции. Интуиция – это не миф, а вполне себе психическая функция личности, которая позволяет прийти к выводу, минуя сознательные рассуждения. Вы знаете, что? Ну, не знаете, почему вы это знаете? И откуда? Обычно мы не знаем людей, которые не стали жертвами психопата-убийцы. Об этом стесняются говорить. Боятся, стыдятся или просто вычеркивают эти воспоминания как травматичные. Но есть один из немногих задокументированных случаев. Маньяк родни Алкала попал на ТВ-шоу типа «Свидание вслепую». Несмотря на то, что он уже был арестован ранее и вообще находился на радаре у полиции, он предсказуемо выиграл шоу. Вел себя уверенно, хорошо шутил. Он смог подстроиться к своей потенциальной жертве, используя только часть своего обаяния. Голос. И она его выбрала. Приз – свидание для пары за счет телекомпании. Но Шерил отказалась провести время с Алкала. Он показался ей жутким. Она не могла понять почему, но внутреннее чутье ей подсказывало, что с ним оставаться наедине опасно. И она просто сказала ему «нет». Сегодня родня Алкала до сих пор отбывает пожизненное за пытки и убийства женщин и маленьких девочек. На его счету от 8 до 130 убийств. Точное количество неизвестно. Важно уметь отстаивать личные границы. Иногда достаточно просто уверенно сказать «нет». Отказать. Как девушка Шерил отказала маньяку Ронни Алькала, как многие дети отказались гулять с Чикатилом. Как многие женщины отказались от прогулки с ангарским маньяком Попковым. Если женщина сказала, что все, я еду домой к мужу, к детям, он ее вез домой. Для него это хорошая женщина. Если женщина соглашалась с ним, а тем более потом вступать в половую связь, для него эта женщина падшая, да? Уметь отказывать, говорить «нет» вы, безусловно, и сами знаете, что это важный навык. Это базовый инструмент защиты личных границ. Это не делает из вас высокомерного человека, который себе на уме. Как отказывать, если не умеешь это? Или тяжело? Попробуйте выслушать спокойно, уважительно просьбу, с которой к вам обратились. Поблагодарите. И потом скажите «нет». Если хотите, можете сослаться на факты, например, что у вас другие дела. Ну и этого делать не обязательно. Достаточно просто сказать, что вы не хотите. Или вам это неинтересно. Интересный пример отказа демонстрирован в фильме «Встарикам здесь не место». Антон Чигур, психопат и наемный киллер. Ищет Левелина Мосса, чтобы убить. Кстати, что любопытно, образ Антона Чигура из фильма был признан психиатрами, одним из самых достоверных изображений психопатов на экране. В фильме «Старикам здесь не место» наемному убийце нужны координаты. Жертвы нет дома. Он приходит к арендодателю. Но женщина остается непреклонной. Она отказывается выдавать место работы Мосса. Спокойно и настойчиво. Такое поведение в психологии называют ассертивным поведением. А умение повторять спокойно и уверенно свой отказ называется упражнение «заезженная пластинка». «Где он работает?» «Сэр, нам не разрешается давать какую-либо информацию о тех, кто здесь проживает». «Где он работает?» «Вы что, не слышите меня?» «Мы не даем никакой информации». Отказывать нужно уверенно, вежливо и спокойно. Не оправдывайтесь. Оправдание – это нападение. Оправдание ставит вас в уязвимую позицию. И психопат обязательно этим может воспользоваться. Начнет манипулировать и, вероятно, продавит рано или поздно. Давайте подведем итоги этого видео. Хотя не все психопаты-маньяки. Скорее всего, все маньяки-психопаты. Настоящие хищники в нашем социуме. И порой вычислить их бывает очень сложно. Даже опытным следователям и психологам. Происходит так потому, что у них нет возможности находиться рядом все время. Поэтому нам, как неотъемлемой части общества, важно замечать те сигналы, которые подают люди рядом. В первую очередь для защиты себя и своих близких. Вовремя замеченный сигнал может стать началом полноценного сбора пазла. Эгоизм, цинизм, жесткость, обманы, манипуляции – все это характеризует настоящего психопата. Если есть возможность, лучше снизить воздействие с такими людьми до минимума. А если такой возможности нет, то, по крайней мере, вы будете готовы и будете знать, чего от них ожидать. Не нужно пытаться переделать или перевоспитать психопатов. Все равно не получится. Даже в тех случаях, когда речь о психопатах, не совершивших насилия и не склонных к нему, прогноз психотерапии негативный. Не призывайте их к порядку или к морали. Они не поймут. Не пытайтесь их перехитрить. Вряд ли получится. Да и незачем вам такие враги. Позаботьтесь о своих границах прежде всего, чтобы быть на шаг впереди. Спасибо, что досмотрели ролик до этого момента. Самым активным и заинтересованным из вас я хочу предложить подписаться на мои соцсети, в которых вы найдете множество полезного материала по межличностной коммуникации. Но не спешите выключать. Я понимаю, что обычная просьба очень плохо мотивирует. И поэтому я предлагаю вам подарок. Чек-лист. Как цвета влияет на результат коммуникации. За простую подписку в Инстаграм. Ну а в Телеграме вы сможете найти то, что не всегда попадает в итоговые выпуски. И то, что я не готов обсуждать на Ютубе. Не вошедшие фрагменты с прошлого ролика по острым вопросам уже, например, там. Ссылки на эти материалы я оставлю в описании. А вам предлагаю наблюдать за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся.